с вами поговорим про кофеин я снимала уже отдельное видео но в этом видео я хочу дать обратную связь моим клиентам которые также очень очень сильно спрашивают по поводу кофе все кто у меня на индивидуальном сопровождении по психологическому здоровью и по нутрицептикам знают о том что я рекомендую отказаться от кофе если у вас есть анемия если у вас есть гипотиреоз если у вас есть проблемы с почками если у вас есть метаболический синдром с инсулинорезистентностью и с избытком инсулина но есть и определенные плюсы я поговорю о них а там уж выбирать вам кофе мировой чемпион среди вызывающих зависимость веществ но если пить кофе в небольших количествах то от него может быть и некоторая польза важно обращать внимание на качество кофе и выбирать именно органический побочные эффект от кофе это на влияние на сон негативное влияние и холестерин переизбыток кофе может влиять на сердечный ритм и вызвать аритмию почему потому что снижаются электролиты но многие знают что кофе улучшают когнитивные физические способности может положительно влиять на настроение но есть еще и дополнительные моменты которых вы не слышали он снижает риск развития деменции болезни альцгеймера из-за особенности его влияния на нервную систему кофе может снизить риск образования камней в желчном пузыре в кофе есть определенные фитонутриенты которые а стимулируют было выработку желчи и отток желчи соответственно это может вам помочь кофе может снизить общий риск смертности но можно ли пить кофе при нервном истощении нет можно ли перепить кофе на дефицитах микроэлементов нет можно ли пить кофе при бессоннице нет можно ли пить кофе при именно паузе индивидуально можно ли пить кофе при судорогах нет можно ли пить кофе при нарушениях электролитов нет то есть тут нужно смотреть что для вас первично а что для вас вторично если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и вы еще поливаете себя кофеином это может сильно влиять на ваше эмоциональное и на ваше физическое состояние поэтому адекватно оценивайте то что вы делаете и что вы создаете подписывайтесь на меня здесь про здоровье я ведущий психолог и практикую нутрициологию 5 лет из 10 практики психологии пока